Стеснение это то, про что будет сегодняшнее видео. Я расскажу, почему тебе необходимо избавиться от стеснения, как это сделал я, расскажу, как я был очень стеснительным чуваком и как я смог преодолеть этот барьер и стать более раскрепощенным, более общительным человеком, который делает в принципе то, что он хочет. И вообще я думаю, что вы заметили, в современном обществе появился какой-то тренд на стеснительность. Почему-то стеснительность в современном обществе начала восприниматься как вежливость, как хороший тон, как воспитанность, как... Если ты вежливый человек, значит, что ты человек воспитанный действительно, который уважает других, который отдает другим больше, который работает на благо общества. Но подумайте, что это вообще в корне неправильно. По сути, стеснительность, она убивает твою личность. Она убивает тебя самого. Стеснительность убивает твои желания. Ну, промоделируй обычную ситуацию. Ты хочешь там, чтобы тебе дали конфету, но из-за того, что ты стеснительный, как бы, ты стесняешься попросить. Я не могу это сделать, я стесняюсь. И в итоге ты не получаешь то, чего ты хочешь. Так где здесь хороший тон? Где здесь воспитанность, если человек не может попросить то, чего он хочет? Где здесь высокий тон? Где здесь хорошее воспитание? Нет, наоборот. Если человек что-то хочет, он должен это попросить. В крайнем случае он получит отказ. Но никак стеснительность не должна приравниться к чему-то хорошему. К чему-то такому, что, как бы, возвышает человека. Ой, он такой стеснительный, он такой классный. В чем прикол, блядь? В чем прикол быть стеснительным? Стеснительный. Если он стеснительный, это значит, что он не может попросить то, что ему хочется. Он не может делать то, что ему хочется. Он не может разговаривать с людьми, с которыми он хочет общаться. Стеснительность вообще максимально закрывает твой круг возможностей. Если бы, допустим, человек, который супер стеснительный, резко отбросил бы свое стеснение, он бы очень-очень прогрессивно начал расти. Очень резко начал расти. Потому что, условно, вместо того, чтобы попросить у кого-то помощи, он промолчит, потому что он стесняется, он не вырастет от этого, он не заведет новых контактов, он не найдет новых знакомств, он не получит новых знаний, и это все завязано на стеснительности. Только из-за того, что он стеснительный, он не получит всех этих прелестей жизни, и человек, который отбросил в сторону стеснительность, человек, который работает без стеснительности, человек, который смог побороть это подлое чувство, он заберет все лавры и превосвысится над стеснительным человеком. А сейчас я расскажу свою историю стеснительности. Опять-таки, возвращаемся во время, когда я был в России, потому что, опять-таки, моя жизнь делится на две части, на жизнь, которая была в России, и на жизнь, которая была в Израиле. И я буду говорить про первую часть, первую часть, где я был стеснительный, где я был в России. Если вам интересно, кстати, как я переехал в Израиле и вообще, что со мной произошло, то в одном из углов будет здесь аннотация, можете зайти и посмотреть. Так вот, когда я был в России, у меня была повышенная стеснительность. Я очень стремался к кому-либо подойти, и стеснительность моя доходила до такого уровня, что я даже стеснялся поздороваться. Типа, ну это вообще бред. Это уже, это уже точно перебор. И при этом, никто меня как бы за это не хуесосил. Все говорили, ой, какой стеснительный мальчик, какой классный, какой он воспитанный. В чем прикол? В чем прикол быть стеснительным? Все говорили, что стеснительность это хорошо. Все говорили, что вау, стеснительный мальчик, какой он милый. И меня просто это ломало. Я понимал, что стеснительность преграждает многие возможности в моей жизни. Во-первых, ну я просто не мог ее побороть, это было очень сложно, и я, как бы я не хотел, на любом участке моей жизни меня борола вот эта стеснительность, и когда я хотел что-то сделать, кому-то что-то сказать, меня бороло вот это чувство, что, ну блин, нет, ну, а вдруг он обидится, или там вдруг еще что-то, ну, я не такой хороший, я не могу с ним разговаривать, вот эта вот херня меня борола всегда, я никогда не мог перейти через эту черту, это сопутствовало меня на протяжении всей моей жизни в России, в принципе, до 16 лет, И самый прикол, что я понимал, я понимал, что это меня гробит, это как с курением, ты понимаешь, что тебя гробит эта привычка от тебя, ну, в моем случае, это гробит стеснение, но я не могу физически ее преодолеть, как бы я ни старался, я, как бы я ни хотел избавиться от этого, но каждый раз, условно, я себя настраивал, все, я больше не буду стесняться, я приду в школу и не буду стесняться, Но как только возникала какая-то ситуация, где мне нужно было себя проявить, конечно же, я уходил в стеснение, я замыкался в себе, я закрывался, я никому ничего не мог сказать, я просто молчал и плакал в тряпочку, условно говоря, и действительно я понимал, я на полном серьезе понимал, что стеснение, оно губит мои возможности, что стеснение сильно стопорит меня как личность, Но при этом я ничего с этим не мог сделать, я никак не мог предотвратить это, потому что просто у меня не получалось, я никак не мог это сделать И что же изменилось в моей жизни? Переехав в Израиль, я, во-первых, подчеркнул многие такие характерные свойства израильтян У израильтян чувство стеснения, оно отсутствует напрочь, его просто нет, его просто нет и никогда не существовало Ты, если приедешь в Израиль, ты удивишься, насколько здесь все просто бессовестные, они просто бессовестно наглые И это перебор, опять-таки это тоже перебор, то есть если в России все чересчур стеснительные, то здесь все чересчур наглые И это как бы две крайности, но я понял, что мне не нужно уходить во вторую крайность, мне не нужно становиться настолько наглым Нет, мне нужно подчеркнуть какие-то небольшие черты их характера, такие как действительно отсутствие стеснения и действия по тому, чего они хотят И перенять это себе, и здесь, когда ты погружаешься, кстати, в другое совершенно общество, где каждый ведет себя без стеснения Где каждый позиционирует себя в обществе так, как он хочет это делать, и в принципе он говорит то, что он хочет говорить То ты невольно становишься тоже частью этого общества, и ты тоже перенимаешь какие-то привычки И вот как раз-таки одна из привычек, это привычка говорить то, что я думаю И... ну это непосредственно отразилось на моем стеснении, потому что когда я начал говорить то, что я думаю И просить то, что я хочу, стеснение, ну просто самостоятельно ушло из моей жизни Сначала было очень сложно, вот этот момент, когда я стесняюсь, я боялся даже познакомиться с одноклассниками, поздороваться Но потом, просто посмотрев, как другие общаются, я понял, что если я буду продолжать так общаться с стеснением Если я буду продолжать так же стеснительно общаться, то я просто не выживу в этом обществе Потому что все супер общительные, все супер без стеснения, все общаются друг с другом, просят там помощь, та-та-та-та-та а я, стеснительный мальчик, буду сидеть в углу вот так вот зажатый и всех бояться. Я просто умру в этом обществе. Меня просто это общество вытянет на улицу. Оно просто как бы выкинет меня. Я не нужен такой. И тогда я понял, что нужно экстремально меняться. Либо сейчас я убираю стеснение из своей жизни, либо всю жизнь в Израиле я буду изгоем. И тогда как раз таки вот такой, как раз таки тогда в такой экстремальной ситуации у тебя нет выбора. Ты просто берешь и борешь свое стеснение. И как в России у меня это не получалось, как я все время не мог дойти до этого уровня, и все время стеснение пересиливало меня, так здесь, когда меня уже под жопу поджало, я понимал, что либо так, либо так, у тебя сразу открывается море возможностей. Ты сразу узнаешь, насколько у тебя оказывается крутой организм, насколько ты мощно можешь много чего делать. И к чему я так говорю? Я не говорю, что для того, чтобы побороть стеснение, тебе нужно переезжать в другую страну. Нет. Тебе нужно лишь поверить в свои возможности. Я и в России мог это сделать. Я вас уверяю, и в России я мог побороть свое стеснение. Но просто полностью открыть свои возможности я смог лишь в экстренной ситуации. Так что возьми сейчас и перестань стесняться. Просто пойми, что это тебе не нужно в жизни, и прямо вот со следующего дня ты пойдешь и переборешь все свои страхи. Ты боялся подойти к девочке, познакомиться? Подойди, сделай это. Подойди, сделай это. Она пошлет тебя нахер. Тебе без разницы. Ты все равно выиграл. Ты выиграл самого себя. Она тебе откажет, скажет, да нет, пошел ты нахер. Тебе без разницы. Ты понимаешь? Ты все равно выиграл в гонке с самим собой. Ты преодолел это стеснение. И дальше иди. Подойди, поздоровайся к каким-то чувакам крутым, с которым ты никогда не здоровался. Ты поздоровайся, ты крутой, ты уже как минимум крутой для себя. И быть крутым для себя, это самое важное. На этом все, с вами был Ник. Обязательно подписывайся на канал, оставляй комментарий, если этого хочешь. Хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok